Жители Тожевицки получают медицинскую помощь в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством. Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказала руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинель Семяшкина. Напомню, по итогам поездки в самую отдаленную деревню региона ее жители рассказали нашей съемочной группе о своей проблеме. Местный фельдшер ушла в длительный отпуск и теперь раз в неделю поселение посещают медработники соседней виски. Сегодня на краю Нинецкого округа в деревне Тожевицка в основном проживают пенсионеры. Всего 65 человек. Как и в любом населенном пункте округа, в Тожевицке есть свои проблемы. Самая большая и животрепещущая – отсутствие медицинского работника. Местный фаб закрыт на замок. Фельдшер уехала в отпуск и на замену ей, как это было раньше, никого не прислали. Немногочисленное население деревни, люди преклонного возраста, остались без постоянного медицинского наблюдения. Для ташвизчан это настоящая беда. Ждать помощи сегодня можно только из виски. Но и это не ближний свет, говорят жители. А если вот так кого-то везти, какого-то больного до виски или хотя бы с виски ехать, то же самое. Всё-таки 25 километров по Печоре, вот сейчас всё обмелело, нужно ехать только по Печоре. Там шарами, наверное, уже тоже будут проблемы ехать. И вот мы оставили так вот, не подумало руководство. Вообще это плохо такая, на улице жара стоит, у меня плохо. Да и детей маленьких много, инвалидов. У нас же здесь пожилой возраст почти, все уже 50 годами старше. Отсутствовать местный фельдшер будет до середины сентября. На это время главврачом Великовисочной участковой больницы был организован еженедельный приезд в Тошвизку медицинского работника. Каждую пятницу жители деревни могут прийти на приём и получить необходимую помощь и консультацию. На личном контроле ситуацию с отпусками медработников в населённых пунктах держит глава здравоохранения Нинель Семяшкина. В том числе и знакома и ситуация в Тошвизке. 15 июля у нас туда выезжал врач-терапевт. Было принято 7 человек на приёме. Был один вызов к хроническому больному. То есть полностью было обеспечено все необходимые. То есть всё, что касается планового оказания медицинской помощи, полностью оказывается. Всё, что касается экстренного оказания медицинской помощи, я уже сказала ещё раз, был один вызов, он также был обслужен. То есть жалоб у нас конкретных на неоказание медицинской помощи в департамент не поступало. По словам главы здравоохранения Нинель Семяшкиной, решение о том, каким образом жителям будет оказываться медпомощь во время отпуска основного фельдшера, принимается в каждом случае отдельно. В случае с Тошвицкой в этом году было решено организовать еженедельные выезды, а не присылать временного медработника на время отпуска основного. Такая ситуация наблюдается во многих населённых пунктах, где есть возможность быстрого реагирования на вызовы фельдшеров из соседних населённых пунктов, как в случае с Великовисочным кустом. Такое решение было принято также в целях оптимизации расходов в непростой экономической ситуации, отметила глава здравоохранения.